Партнер прогноза погоды на 34-м телеканале ГИНГГОВИД Инновационный продукт из Чехии ГИНГГОВИД помогает очистить кровоносные судины и восстановить здоровье Осень время мечтать осмотреть разноцветные сны Запивать холода вкусным чаем А грядущий 21-й день сентября, согласно данным метеорологов, этому поспособствует В студии для вас работы это Олеся Вайнер, здравствуйте Дождевые тучи навестят украинцев и в среду Но должна сказать, что прояснений на небе в ближайшие сутки будет чуть больше, чем в предыдущие А вот температура воздуха остается прежней в среднем по стране плюс 13 градусов Ну а теперь уделим внимание каждому региону Итак, в Центральной Украине суточные температурные показатели составят 6-14 градусов тепла Переменная облачность будет наблюдаться во всех центральных областях Но к осадкам это приведет только в Полтавской области в первой половине дня На юге страны за сутки термометры покажут от 8 до 14 градусов со знаком плюс Облака покроют регион на целый день, принеся с собой осадки в Херсон и Симферополь В Одессе после заката возможны прояснения Температура воды на побережье Черного моря плюс 16 градусов В церковном календаре на 21 сентября, день осеннего равноденствия, приходится большой праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу двунадесятых праздников, то есть главных году В этот день от всего сердца хочу пожелать вам любви, гармонии и душевного тепла Продолжаем о погоде В Западной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 7-13 градусов выше нуля День выдастся в регионе пасмурный и начиная с рассвета здесь прогнозируются осадки, которые не утихнут до позднего вечера В ровно в дневное время возможно гроза В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до 5 градусов, а днем поднимется максимум до 13 Дождь с перерывами будет идти в регионе на протяжении всего дня Жителям восточного региона будут сопровождать густая облачность и осадки весь день За сутки на местных термометрах можно будет увидеть от 5 до 15 градусов выше нуля Температура воды на курортах Азовского моря плюс 18 градусов С 2002 года, 21 сентября, отмечается Международный день мира Праздник, который охватил многие страны, где силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия Этот день призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него И, конечно же, хочется пожелать всему населению нашей планеты мирного неба над головой, взаимопомощи и понимания А теперь подробнее о синоптической картине в восточных областях В Луганской области ночью термометры покажут 7-9 градусов выше нуля А днем воздух прогреется до 10-11 С ночи и до позднего вечера жители области ожидают пасмурное небо и сильные дожди Только в северодонецке на закате дня возможны небольшие прояснения В Донецкой области ночные температурные показатели составят 7-16 градусов тепла А в полуденное время они поднимутся до 9-15 градусов Начиная с ночи и до наступления вечера жители Славянска, Донецка и Мариуполя ожидают осадки До обеда прогнозируются и грозы В Славянске в вечерние часы облака немного рассеются Партнер прогноза погоды торговая марка Гингавит Инновационный продукт из Чехии на основе гингобелобы Очищает кровеносные сосуды, восстанавливает здоровье В Днепропетровской области после полуночи ожидается 6-8 градусов выше нуля А в дневное время 10-12 Первая половина дня в области будет дождливой После облачного полудня синоптики не исключают и прояснений Температура воды в Днепре плюс 14 градусов И о прогнозах синоптиков для столицы Украины При суточной температуре воздуха 7-12 градусов тепла К ночной и утренней облачности в городе добавятся еще и полуденные вечерние дожди Так что если у вас запланирован визит в столицу Зонт сумку нужно положить первым делом Это была вся информация о погоде на среду 21 сентября Пусть рядом с вами будет тот, кто сделает эту осень теплой и солнечной До встречи в нашей студии Редактор субтитров А.Семкин